Радио 54 Первое. Областное радио Для чего школа существует? Школа существует для, конечно, помощи в реабилитации и социализации людей с инвалидностью И, как выяснилось, для помощи в реабилитации и социализации людей без инвалидности Чем больше мы работаем, тем больше понимаем, что мы все с особенными потребностями Только иногда это сразу видно Это точно То есть, Анна, как я понимаю, вы помогаете немного адаптироваться Ну, не немного, а вы очень хорошо помогаете людям адаптироваться к социуму У кого с этим проблемы и ярко выражены, и не ярко выражены Вне зависимости от наличия инвалидности Не адаптироваться к социуму Как выяснилось, в наше время самый дорогой, редкий товар Это человеческое общение и человечность Это точно, потому что все мы обеялись Да, вне зависимости от того, с какими мы особенностями, с инвалидностью или без В школе занимаются люди и с инвалидностью, и профессиональные артисты Нам очень важна инклюзия Вообще, нам интересно сделать новосибирское общество инклюзивным Чтобы мы с вами вообще не говорили о людях с инвалидностью или о людях без инвалидности Только когда надо, ну, как, проход для коляски сделать Тогда мы говорим о людях с инвалидностью А когда мы обсуждаем театр или человеческие отношения, это просто люди Просто все люди и все с особенностями Скажите, а любой желающий может попасть в школу инклюзион Или есть некоторые серьезные важные требования, которые необходимо соблюдать? Ну, есть серьезные важные требования Это человек должен хотеть туда попасть Это очень важное требование Его не должны не привести за руку Не подтолкнуть спину мама, папа, бабушка и дедушка Ему должно захотеться А на практике, как быстро раскрываются люди? Они к вам приходят? Возможно, желание у человека есть, потенциал тоже Но он очень сильно закрытый, ему нужно помочь немножечко Вот как-то эту творческую жилку выдавить наружу Ну, это все очень индивидуально Но если о количественных и качественных показателях поговорить Как в фонде президентских грантов За два года мы сделали четыре профессиональных спектакля Мы съездили уже на фестиваль, получили, заняли первое место Мы едем на фестиваль в Самару со спектаклем Юшка Мы едем на фестиваль в Москву Наши ребята, у которых разные особенности здоровья Я сейчас про здоровье именно говорю У нас есть люди с ДЦП, люди с аутизмом Люди, ну, это не только здоровье, это ментальные различия Люди с синдромом Дауна, люди, передвигающиеся на колясках Люди с какой-то там определенными Физиологическими проблемами Отсталостью в развитии, неважно И есть мы, у которых все то же самое Только под другими названиями В общем, мы научились жить в одном обществе Собственно, это и есть наша цель, инклюзивное общество Но люди с разными особенностями очень сложно находятся в одном обществе И самое главное, они иногда не находят смысла в нем находиться Ну, понимаете, да? А зачем нам находиться? Ну, потому что нет общего языка, о чем говорить? Нет, а зачем находиться? И тут вообще начинает идти работа вообще со смыслом жизни, пардон Да, 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 так и есть С утра такие темы, кошмар Но, в общем, вообще, да, для чего жизнь? Ну, в том смысле, что особняк поставить Или научиться с людьми общаться Или что-нибудь там кому-нибудь помочь Дело в том, что однажды я пришла в инклюзивный театр Поняла, что это вот какая-то такая очень сильная любовь И меня так закрутило, закрутило В общем, я сегодня могу сказать так Наверное, для меня самый главный интерес И вообще все, что дает мне энергию Это разговор людей И меня сегодня очень сильно увлекает документальный театр И вот в этом направлении я с ребятами много работаю И вот Анна Викторовна тоже приходит к нам Анна Викторовна мой педагог и режиссер еще с театрального института В общем, она меня направляет в каких-то вопросах В любви к искусству Всегда является для меня таким маячком Но я вот что-то тоже такое у меня рождается И мы создаем с ребятами документальные истории В том числе и спектакль «Вечно молодые, вечно ча-ча-ча» Это спектакль со взрослыми родителями, со взрослыми детьми В том числе в котором есть инклюзия Ну вот как-то так работаем, творим Мы работаем вне режима, вне графика Мы работаем, если вдруг случается какая-то выставка Мы видим, есть у нас еще один важный участник нашего проекта Это Ольга Стволова, которая тоже является куратором Важной частью нашего проекта Например, мы видим, что какая-то выставка художественная Я говорю, Оля, смотри выставка Или она мне пишет, давай собираем ребят и мы идем То есть это внепланово Это какие-то проекты возникают, которые рождаются на месте Все хотят поставить иммерсивный спектакль Но многие боятся его поставить Потому что в этом спектакле действительно правила игры такие Что зритель делает спектакль А это же, ну как, зритель может быть разный Может спектакль интереснее, менее интереснее Кто-то не любит, когда на него отсутствие А не просто хочет остаться зрителем Так вот, просветление это абсолютно иммерсивный спектакль В первой части Потому что зритель попадает в пространство Где есть, ну, таких 10 человек Это люди с инвалидностью Это намеренно люди с инвалидностью И у них есть таких 5, как 10 комнаток И в каждой комнате этот человек Можно зайти к нему Если ты садишься на подушку Начинается игра В чем заключается игра? Человек с инвалидностью при помощи Посредством разных способов Что-то сообщает своему Сообщает зрителю Дело в том, что у нас некоторые люди Не могут разговаривать Или не могут двигаться так, как нужно Поэтому мы общаемся друг с другом Через предметы Ну, это такой перформанс Через композицию, через мизансцену И зритель выбирает сам тот диалог Который сложится между ним И между человеком с инвалидностью Что он понял Что он не понял Готов ли он Готов ли он разговаривать Ведь он не знает, как разговаривать С мальчиком с ДЦП Который не может разговаривать И чтобы взять кружку Он должен вокруг нее покружить очень долго Это очень интересный момент Потому что мы понимаем, что в обществе не знают Ну, просто как общаться с людьми с инвалидностью Бояться не научатся На самом деле я сейчас сижу и думаю об этом Что действительно это уникальная возможность Для людей, которые не понимают Возможно, смогут ли они действительно поддержать диалог И начать его с людьми не такими, как мы И понять, что мы все, в принципе, одинаковы Но по-разному выражаем свои чувства и эмоции Но мне очень важно уточнить Что это в очень манкой, художественной, красивой форме Да-да-да Мы взяли стилистику теневого театра И мы... То есть у нас при помощи фонаря Наша реальность превращается В какой-то фантастический реализм То есть это все... Как сказать? Эта идея очень серьезная На самом деле в другой обертке Это очень вкусная театральная художественная обертка А вторая часть построена на... Драматургическую часть составляет хокку То есть это жанр японской поэзии Который сочинили наши студийцы И есть такое действие, этюды световые Во время этих хокку Путешествие, такое путешествие внутрь себя Радио 54 Первое. Областное радио